Представьте бесконечную во всех направлениях абсолютно пустую стерильную комнату, в которой нет ни единой пылинки и в которую вообще не проникает свет. А теперь вообразите там фонарик. Замечательно. Однако есть тут одна неточность. На самом деле, картина должна выглядеть так. Если бы мы смотрели в вышеупомянутой комнате на пусть даже включенный фонарик со стороны, то не увидели бы ни его самого, ни испускаемого им луча. Парадоксально, но свет невидим, и невидимость – это одно из его наиболее понятных свойств. Видим мы его лишь тогда, когда он попадает в наши глаза. Мы не можем увидеть свет, который просто проходит мимо, ни от чего не отражаясь. Если бы там был второй источник света, мы могли бы увидеть фонарик, но опять же не его свет. Лучи света, даже самого интенсивного света, который мы можем получить, проходят друг сквозь друга, как если бы на их пути вовсе ничего не было. Запомните это. А теперь представьте, что фонарик светит нам прямо в глаза, а мы постепенно отлетаем от него назад. Рефлектор нам будет казаться все меньше и меньше, а затем, когда он и вовсе превратится в точку, то по мере дальнейшего удаления, точка эта будет становиться все более и более тусклой. Когда расстояние между вашими глазами и фонариком достигнет 10 тысяч километров, тусклая точка и вовсе исчезнет. Но это если мы говорим о человеческом глазе. Глаз лягушки в несколько раз чувствительнее человеческого. Этого как раз достаточно для того, чтобы эксперимент принес существенно иной результат. Если наблюдателем будет лягушка, и она будет удаляться от электрического фонарика, момент, когда она полностью потеряет его из вида, никогда не наступит. Вместо этого лягушка начнет наблюдать занимательную картину. Она увидит, что фонарик начал мигать с неравными интервалами времени. И эти интервалы по мере удаления будут расти. На расстоянии в 100 миллионов километров, лягушка будет в среднем видеть только одну вспышку света в день. Но эта вспышка будет такой же яркой, как и любая другая на протяжении всей бесконечности. Это мерцание доказывает, что существует предел равномерного растягивания света. Каждая вспышка, которую видит лягушка, вызывается фотоном, воздействующим на сетчатку ее глаза. Удаляясь от фонарика, фотоны сами по себе не становятся слабее, а луч света ослабевает из-за того, что между фотонами нарастает свободное пространство. Когда лягушка ничего не видит, это происходит не потому, что свет, попадающий в ее глаза, слишком слаб, а потому, что никакого света в ее глаза не попадает. Это свойство, появляться лишь в виде кусочков дискретных размеров, называется квантованием. Отдельный кусочек света, фотон, называется квантом. Квантовая теория получила свое название именно от этого свойства, которое она приписывает всем измеримым физическим величинам. Да, в физике не существует измеримых непрерывных величин. Все, что нас окружает и кажется непрерывным, на деле таковым не является. В основу этого ролика легла книга британского физико-теоретика Дэвида Дойча «Структура реальности». Это его опус магнум. Здесь Дойч выражает свой моментами ультимативный взгляд на то, что из себя представляет мироздание. Выражает, надо сказать, довольно запутанно, наверное, потому что он скорее ученый, а не писатель. Поэтому что-то из книги я прямо процитировал, что-то переписал, отредактировал, где-то привел другие примеры. Многое добавил из альтернативных источников. Все ради полноты картины и большей доступности. Идеи Дойча довольно интересны, хотя я точно не сказал бы, что согласен со всем здесь написанным. И непонятно, потому ли это, что автор не всегда четко и лаконично излагает свои мысли. Или просто потому, что я недостаточно умен для того, чтобы его понять. Дэвид Дойч, знаете, такой бунтарь от науки. Этой книгой он точно уколол немало людей в ученых кругах. Но ролик, скорее всего, будет почти не об этом, а о том, почему мы почти наверняка живем в мультивселенной. Мультивселенная, параллельные реальности, альтернативные миры – абсолютно обыденные выражения в нашем повседневном лексиконе. Чуть ли не каждый применяет эти фразы в жизни, говоря, например, о маловероятных событиях, типа «Вот в одной из параллельных вселенных я миллиардер». Но никто, давайте будем честны, никто не принимает идею мультиверса всерьез. Большинство даже не в курсе, что эта идея означает в рамках физики на самом деле. А означает она, да много чего означает. Множественность вселенных по-своему описывается вообще в разных физических концепциях. И многие из этих концепций имеют право на существование. Мы же поговорим о многомировой интерпретации квантовой механики, которая, будучи ее прямым и чуть ли не самым простым следствием, являет нам целый новый взгляд на мир, на секундочку. Настолько новый, что когда ученые стали мало-помалу открывать законы квантовой механики, то, естественно, пытались объяснить, что вообще видят. Да так в итоге отчаялись, что на сегодняшний день среди специалистов по квантовой теории считается довольно дурным тоном говорить о чем-то, кроме уравнений. Попытка же объяснить, о чем говорят эти уравнения, сразу записывается в пустопорожнюю болтовню. Дэвид Дойч, в свою очередь, презирает такой инструментальный подход к физической теории. С его точки зрения, и в этом я с ним абсолютно согласен, желание не только предсказывать и использовать, но и понять это абсолютно нормально. Знаете, что странно? Квантовая механика – это самая проверенная и наиболее успешная теория в истории науки. Главным доказательством этого является тот факт, что вы вообще смотрите этот ролик, поскольку именно квантовая механика стала теоретической основой полупроводниковой электроники. И при всем этом, я повторюсь, у нас нет понимания того, что она такое. Если, например, общая теория относительности Эйнштейна говорит нам об искривлении пространственно-временного континуума, то, о чем говорит квантовая механика, не знает никто. Все, что у нас есть – это интерпретации, и все, что мы можем – это спорить, какая из них лучше. Ладно, что такого уж загадочного происходит там, на уровне квантов? Уверен, вы неоднократно слышали о двухчелевом эксперименте, если нет, то я сейчас коротко расскажу. Фейнман любил говорить, что всю квантовую механику можно получить из одного только тщательного обдумывания последствий этого единственного эксперимента. Итак, возьмем фольгу, в которой проделаем две маленькие щели на расстоянии 1,5 мм друг от друга. За фольгой установим экран. Возьмем обычный лазер и посветим на щели в фольге. Если бы свет распространялся прямо линейно, то в этом эксперименте мы бы увидели две ярких полосы с резкими границами, расположенными на расстоянии 1,5 мм друг от друга. Но на деле мы получаем множество ярких и темных полос без резких границ. Довольно необычно. Хорошо, а какую тень мы получим, если между двумя щелями на оставшемся месте прорежем еще две такие же? Так что у нас будет четыре щели, расположенные на расстоянии 1,5 мм друг от друга. Можно было бы ожидать, что картина будет выглядеть, ну, почти так же. Но в действительности происходит нечто совершенно иное. Мы видим, что тень от четырех щелей представляет собой отнюдь не комбинацию двух слегка смещенных теней от двух щелей, а имеет вообще другую структуру. В этой картине есть такие участки, как точка Х. Эти участки освещались при наличии в перегородке двух щелей, но внезапно перестали освещаться, когда в перегородке прорезали еще две щели, пропускающие свет. Таким образом, появление еще двух дополнительных источников света, ээээм... Затемняет точку Х, а их удаление снова освещает ее? Какой-то бред. Тем не менее, основной идеей избежать невозможно. Через вторую пару щелей проходит что-то, препятствующее попаданию света из первой пары щелей в зону Х. Но что? То, что создает помехи, очевидно, находится в самом луче света. И что бы это ни было, оно ведет себя в точности так же, как и сам свет. Оно всегда присутствует в луче света, но отсутствует вне его. Оно отражается, передается или блокируется тем, что отражает, передает или блокирует свет. Единственный ответ, который сам напрашивается, что это и есть свет. То есть, фотонам из одной щели мешают фотоны из других. Но как они могут мешать, если фотоны не взаимодействуют друг с другом? Помните, я говорил об этом еще в начале видео? Окей, ладно. Ну а вдруг взаимодействуют? Проведя такой же эксперимент, но выстреливая из лазера на всякий случай только по одному фотону за раз, мы получим в точности все то же самое. Даже при проведении эксперимента с одиночными фотонами, мы не увидим ни единого случая их попадания в точку Х, если открыты все четыре щели. Но стоит только закрыть две щели, и вспышки в точке Х возобновятся. Быть может, фотон все же расщепляется на фрагменты, которые после прохождения через щели изменяют свою траекторию и соединяются вновь? Но нет, установив у каждой щели по детектору, мы никогда не увидим одновременного срабатывания даже двух детекторов. Что же это? Когда в нашем эксперименте мы выстреливаем по одному фотону за раз, что-то проникает через другие щели и создает исходному фотону помехи. Это что-то неосязаемое и невидимое. Мы не можем засечь это с помощью приборов. Давайте подойдем к рассмотрению этого вопроса критически. Мы обнаружили, что когда один фотон проходит через этот аппарат, он проходит через одну щель. Затем что-то воздействует на него, заставляя отклониться от своей траектории. И это воздействие зависит от того, какие еще щели открыты. То есть воздействующие на фотон объекты проходят через другие щели и ведут себя так же, как фотоны. Но они невидимы. Мы можем предположить, что это некие теневые фотоны, которые можно обнаружить только косвенно, через их воздействие на реальные фотоны. Таким образом, каждый реальный фотон находится под сопровождением эскорта теневых фотонов. И при прохождении фотона через одну из четырех щелей, некоторые теневые фотоны проходят через оставшиеся. Теневых фотонов явно намного больше, чем реальных. Дойч с коллегами пришли к выводу, что верхнего предела количества теневых фотонов не существует. Но самый минимум – это триллион теневых фотонов на один реальный. Минимум. Вот сейчас внимательно следите за мыслью. Что должно происходить на микроскопическом уровне, когда теневые фотоны встречают светонепроницаемый барьер? Безусловно, они останавливаются. Мы знаем это, поскольку интерференция прекращается, когда на пути теневых фотонов появляется светонепроницаемая перегородка. Но почему? Что их останавливает? Их точно не могут поглощать реальные атомы перегородки, потому что, ну, учитывая предполагаемое количество теневых фотонов, перегородка бы просто испарилась. Буквально. Короче, мы бы это легко зафиксировали кучей разных способов. Теневые фотоны не взаимодействуют с реальными атомами. И тем не менее, перегородка одинаково воздействует как на реальные, так и на теневые фотоны. Она их останавливает. Но теневые и реальные фотоны, в свою очередь, на перегородку воздействуют по-разному. В действительности, насколько нам известно, теневые фотоны вообще не оказывают на нее никакого воздействия. И тем не менее, они останавливаются. А следовательно... Знаете, что следовательно? В месте существования реальной перегородки находится и теневая. Это просто неизбежный вывод. Без особых усилий мы понимаем, что эта теневая перегородка состоит из теневых атомов, которые, как нам уже известно, должны присутствовать как двойники реальных атомов перегородки. У каждого реального атома существует множество двойников. В действительности, общая плотность теневых атомов даже в слабом тумане более чем достаточно, чтобы остановить танк. Что уж говорить об одном фотоне, если бы эти атомы могли воздействовать на него. Здесь вы можете остановить меня и сказать, что ну это слишком далеко идущие выводы. Это же микромир. Как можно говорить о целых параллельных вселенных, основывая свои выводы на одной лишь интерференции фотонов? Кванты света, подумаешь, они даже массы не имеют. Но мы уже сейчас получили интерференционный рисунок на молекулах фуллерена. Фуллерен – это одна из форм чистого углерода, понимаете? Это ну практически классический объект. Другими словами, частицы группируются в параллельные вселенные. Они параллельны в том смысле, что в пределах каждой вселенной частицы взаимодействуют друг с другом так же, как в реальной вселенной. Но воздействие, оказываемое каждой вселенной на остальные, весьма слабое, и проявляется оно через явление интерференции. Таким образом, мы вывели цепочку умозаключений, которая начинается со странных картин тени и заканчивается параллельными вселенными. На каждом этапе мы обнаруживаем, что поведение наблюдаемых нами объектов можно объяснить только присутствием невидимых объектов и их определенными свойствами. Основная идея заключается в том, что интерференция одной частицы определенно исключает возможность существования только реальной вселенной, которая нас окружает. Тем не менее, теория о существовании мультивселенной долгое время не пользовалась особой популярностью у физиков. Почему? Да потому что ее выводы, очевидно, слишком грандиозны, чтобы их принять. Некоторые физики-практики спрашивают, почему нельзя просто сказать, что фотоны ведут себя так, как если бы они сталкивались с невидимыми объектами? Почему мы должны идти дальше и принимать теорию о существовании этих самых невидимых объектов? Реальный фотон осязаем. Теневой фотон – это просто способ возможного, но неосуществленного поведения реального фотона. Квантовая теория заключается во взаимодействии реального с возможным. Почему нельзя оставить все в таком виде? Потому что, говорит Дойч, «возможное не может взаимодействовать с реальным». Несуществующие объекты не могут изменять траекторию движения существующих. Если фотон отклоняется от своей траектории, на него должно что-то воздействовать. Не может быть, чтобы действительное событие, появление и обнаружение реального фотона, было вызвано воображаемым событием, тем, что фотон мог бы сделать, но не сделал. Как я уже сказал, интерференция свойственна не только фотонам. Квантовая теория предсказывает, а эксперименты подтверждают, что интерференция происходит с любой частицей. Таким образом, каждый реальный электрон должны сопровождать массы теневых электронов. Каждый реальный нейтрон должны сопровождать массы теневых нейтронов и так далее. Таким образом, реальность гораздо больше, чем кажется, и большая ее часть невидима. Мы могли бы назвать совокупность теневых частиц параллельной Вселенной, ибо теневые частицы оказываются под воздействием реальных частиц только через явление интерференции. Но мы можем сделать еще лучшее. Ведь теневые частицы разделяются между собой точно так же, как отделяется от них Вселенная реальных частиц. Другими словами, они образуют не одну однородную параллельную Вселенную, гораздо большую, чем реальная, а огромное количество параллельных Вселенных, каждая из которых по составу похожа на реальную и подчиняется тем же законам физики, но отличается от других расположением частиц. Вернемся к эксперименту с двумя щелями. Что будет, если поставить детекторы возле каждой из щелей и попробовать поймать раздвоенный фотон при его прохождении через обе щели? В этом случае квант всегда будет пойман выходящим только из одной щели, но никогда из обеих, что закономерно, если учесть, что кванты не делим по определению. И да, интерференционная картина на экране при этом внезапно исчезает, заменяясь на нормальное распределение в две полосы. Вы можете сказать, ну да, неудивительно, ведь на субатомном уровне невозможно измерить что-либо без взаимодействия. При попытке узнать, через какую щель пролетает фотон, детектор просто влияет на него и изменяет его поведение. Хорошо пусть так. Однако, если установить только один детектор, возле только одной из щелей, квант, даже не будучи пойманным, пролетая через другую щель, все равно не покажет интерференцию. То есть, квант, только вдумайтесь, каким-то образом узнал, что его меряют у другой щели и отказался интерферировать. То есть, уже одно только принципиальное наличие возможности получить информацию о том, через какую именно щель пролетел фотон, лишает нас возможности увидеть интерференцию. Ну просто мистика какая-то. И действительно, на этой почве выросла чуть ли не целая новая религия. Материальность мысли, наблюдатель влияет на Вселенную одним лишь фактом своего наблюдения. Всем этим предрассудкам поспособствовало, чтобы вы думали, классическая интерпретация отцов-основателей квантовой механики. Классическая интерпретация, или ее еще называют копенгагенской интерпретацией, это самая распространенная точка зрения среди тех ученых, кто вообще решил принять для себя какие-то объяснения. Ее приверженцы разделяют мир на квантовые наблюдаемые объекты и классические измерительные приборы, что уже само по себе довольно странно. Таким образом, наш фотон, квантовый объект, до измерения, пролетая через щели, ведет себя как некая волна вероятности, то есть находится в суперпозиции квантовых состояний. Но как только эта волна вероятности взаимодействует с классической системой, с экраном или с детектором, то она сразу коллапсирует, превращаясь в частицу в каком-то конкретном месте. То есть, пока фотон не пронаблюдали, он волна, но в момент измерения он становится частицей. В рамках копенгагенской интерпретации это называется коллапсом волновой функции. Эйнштейн восклицал, «Я бы хотел верить, что Луна все там же, даже если мы на нее не смотрим». Вы не представляете, сколько раз и в скольких вариациях проводился эксперимент с двумя щелями в попытках вернуть здравый смысл. Все впустую. И все это по меньшей мере звучит дико. Дико в рамках копенгагенской интерпретации. И несмотря на то, что она собрала вокруг себя наибольшее количество сторонников, Дэвид Дойт читает, что на самом деле среди ученых в нее уже давно никто не верит. В 1957 году американский физик Хью Эверетт первым ясно осознал, что квантовая теория описывает мультивселенную. В те годы к нему никто особенно не прислушался, но сейчас многие специалисты сходятся на том, что именно многомировая интерпретация закрывает чуть ли не все вопросы о странности субатомного мира. О чем же на самом деле говорит многомировая интерпретация Хью Эверетта? Она говорит, что на самом деле при наблюдении интерференция никуда не пропадает. Да и вообще, что фраза наблюдения разрушает интерференцию весьма обманчива по трем причинам. Во-первых, она предполагает некоторое психокинетическое влияние сознательного наблюдателя на основные физические явления, хотя такого влияния, увы и ах, не существует. Во-вторых, интерференция не разрушается, ее просто гораздо сложнее увидеть, потому что для этого необходимо управлять точным поведением гораздо большего количества частиц. И в-третьих, не только наблюдение, но и любое воздействие фотона на его окружение, зависящее от выбранной им траектории, делает то же самое. Ну и самое основное. Я что? Правда, миллиардер в какой-то из параллельных вселенных? Во-первых, что значит я? Это уже не я. Можно привести грубоватую аналогию с однояйцевыми близнецами. Генетически они идентичны. Когда-то вы были одной зиготой. Но теперь можно ли сказать, что твой близнец является тобой? Тем более, что отличия между вами со временем будут нарастать. И во-вторых, никто вам сейчас точно не скажет, сколько вообще есть вселенных. Если вселенных не бесконечное количество, то существуют настолько маловероятные события, что в мультивселенной их нет. Если же вселенных бесконечное количество, то в мультиверсе происходит все, что может произойти. Все, что не противоречит законам физики, включая и вселенную, где солнце только что взорвалось из-за того, что все его атомы случайно устремились к центру. Конечно, это событие находится на ничтожно тонкой ветве вероятности в мультиверсе. Но такая ветвь там есть. Строго говоря, в этом случае вселенных, в которых солнце взорвалось, существует бесконечное количество. Но эта бесконечность несравнима тоньше бесконечности вселенных, в которых солнце чувствует себя нормально. Да, несмотря на то, что и тех, и тех вселенных бесконечное количество, плотности у них разные. Если непонятно, то вот простой пример. Бесконечность натуральных чисел больше бесконечности четных чисел. Многомировая интерпретация, в отличие от Копенгагенской, говорит, весь мир квантовый, что намного более последовательно, чем Копенгагенский квантово-классический мир. В многомировой интерпретации нет никакого мистического наблюдателя, который схлопывает волновую функцию. Вместо этого есть процесс постоянного расщепления, который называется декогеренцией. В опыте с двумя щелями фотоны пролетают через щели всеми возможными способами одновременно. И измеряя фотон, мы запутываемся с ним и сами расщепляемся на все версии самих себя, измеривших фотон во всех возможных состояниях, тем самым растекаясь по веткам вероятностей в мультиверсии. Вы спросите, а измерение, что это вообще такое? Как Вселенная понимает, что фотон был измерен и пора разделяться? Тут вступают в силу законы энтропии. Энтропия – это мера необратимого рассеяния энергии. Измерение – это любое взаимодействие, которое необратимо, и наблюдателю совершенно необязательно быть для этого разумным. То есть, Луна действительно существует, пока на нее никто не смотрит, потому что Луна – это необъятная макросистема, в которой непрерывно происходят необратимые взаимодействия. Измеряя квантовую систему, которая находится в суперпозиции, наблюдатель запутывается с ней и сам расщепляется на все возможные варианты себя, оказываясь таким образом для уже другого стороннего наблюдателя в суперпозиции. Потом второй наблюдатель наблюдает первого и тоже запутывается с ним, и тоже расщепляется на все возможные варианты себя и так далее, пока не будет вовлечена вся Вселенная. Повторюсь, такое запутывание называется декогеренцией. И то, что мы наблюдаем как коллапс, есть не что иное, как просто наша невозможность развязать объект и окружение, с которым он запутался. Любое твердое тело состоит из совокупности атомов, которые, в свою очередь, состоят из электрически заряженных частиц. Но из-за классического хаоса ни одна совокупность заряженных частиц не могла бы оставаться устойчивой при классических законах движения. Положительно и отрицательно заряженные частицы просто сорвались бы со своих мест и столкнулись друг с другом. Только сильная квантовая интерференция между различными траекториями движения заряженных частиц в параллельных Вселенных предотвращает такие катастрофы и делает возможным существование твердого вещества. Но опять же, если мы уже сейчас можем заставить интерферировать даже молекулы, почему мы не можем сделать то же самое с Луной? Из-за сложности. Несколько молекул – это ничто по сравнению с огромным космическим телом. А для суперпозиции нужна абсолютная изоляция квантовой системы от внешнего мира. Вы даже не представляете, какая изоляция. Чтобы Луна оказалась в состоянии суперпозиции, надо удалить все фотоны, которые могут отразиться от ее поверхности. Потому что если это сделает даже один фотон, то это будет необратимым взаимодействием, и суперпозиция исчезнет. Точно так же нам пришлось бы охладить наш спутник до абсолютного нуля по Кельвину, потому что если температура будет выше, то Луна будет опять же излучать фотоны в окружающую среду. Поглощение этих фотонов чем-либо будет необратимым актом взаимодействия. Но даже при выполнении указанных выше условий все равно ничего не выйдет, потому что всего один атом, пролетевший рядом с Луной и изменивший под действием ее приливных сил свою траекторию, таким образом, правильно, необратимо измерит ее. Изоляция квантовой системы от внешнего мира это основная проблема в построении квантовых компьютеров. Хотя абсолютное большинство специалистов все равно сходится во мнении, что создание полноценных квантовых компьютеров это лишь вопрос времени. Квантовые компьютеры будут за какие-нибудь минуты или даже секунды решать те задачи, на выполнение которых у обычных компьютеров ушли бы сотни миллиардов лет. Как? При помощи параллельных вселенных. Если обычный компьютер выполняет операции последовательно, то квантовый компьютер выполняет все задачи параллельно при помощи явления суперпозиции. Например, задействуя квантовый алгоритм, который называется алгоритмом Шора, для того, чтобы разложить на множители 250-значное число, количество интерферирующих вселенных будет порядка 10 в 500 степени. Это ошеломляюще огромное число. Дэвид Дойч предлагает попробовать объяснить принцип действия алгоритма Шора без привлечения параллельных вселенных. Я имею в виду непредсказание, каковы будут результаты работы алгоритма Шора, поскольку для этого достаточно решить несколько непротиворечивых уравнений. Я прошу вас дать объяснение. Когда алгоритм Шора разлагает на множители число, задействовав примерно в 10 в 500 степени раз больше вычислительных ресурсов, чем те, что можно увидеть воочию, где же это число раскладывается на множители. Во всей видимой вселенной существует всего около 10 в 80 степени атомов, число ничтожно малое по сравнению с 10 в 500 степени. Таким образом, если бы видимая вселенная была пространством физической реальности, физическая реальность даже отдаленно не содержала бы ресурсов, достаточных для разложения на множители такого большого числа. Да, квантовые компьютеры существуют уже сегодня, но их мощности оставляют желать лучшего. Чтобы сделать их производительнее, необходимо увеличивать их сложность. А чем они сложнее, тем острее встает проблема изоляции, так как скорость запутывания квантовой системы с окружающим миром тем выше, чем она комплекснее. Поэтому ни луна, ни код Шрёдингера, ни даже взвешенная в воздухе пылинка не могут находиться в суперпозиции на каком-либо поддающемся измерению отрезке времени. Времени? А вы вообще знаете, что такое время? Все мы думаем, что знаем, но ровно до того момента, пока нас не попросят объяснить. Квантовая теория, а в частности многомировая ее интерпретация, помимо прочего, изобретает новую концепцию времени. Потому что то, что у нас есть сейчас, с точки зрения Дойча, это противоречивая, внутренне несогласованная чушь. На протяжении тысячелетий мы думаем о времени, как о текущей реке, что настоящий момент, который мы называем сейчас, не стационарен, а постоянно движется в направлении будущего. Ну или что моменты из будущего проносятся мимо настоящего, чтобы стать моментами прошлого. Если сесть и спокойно обмозговать эти положения, то может показаться, что есть в них нечто глубоко парадоксальное. Типа вот у нас имеется некое истинное, единственное сейчас, а все остальное, это либо еще открытое будущее, либо уже свершившееся прошлое. И только мы, мы люди, внимающие окружающей действительности, мы являемся попутчиками этого истинного сейчас. Конечно, с точки зрения конкретного наблюдателя, конкретный момент действительно выделяется. И только этот конкретный момент наблюдатель может назвать сейчас. Точно так же, как конкретное положение наблюдателя в пространстве выделяется как здесь. Однако, несмотря на то, что пространство трехмерное, а время одномерное, объективно, ни один момент не имеет большей привилегии называться сейчас, чем все остальные. Так же, как ни одно место во вселенной не имеет большей привилегии называться здесь, чем все другие. Дойч пишет, людям понятно, что здесь существует только субъективно, но им не вдомек, что сейчас это тоже субъективная категория. Объективного сейчас в природе не существует, так же, как и нет объективного здесь. Понимаете? Нет никакого настоящего, это иллюзия. Пространство-время иногда называют блок вселенной, потому что в нем вся физическая реальность, прошлое, настоящее и будущее, представлено раз и навсегда замороженной в одном четырехмерном блоке. По отношению к пространству-времени ничто не движется. То, что мы называем моментами, это определенные слои, или, как говорит Дойч, снимки пространства-времени. И когда содержание этих слоев отличается друг от друга, мы называем это изменением, или движением в пространстве. Приняв такую модель, мы заметим, что наше сознание существует во всех моментах, когда мы бодрствуем, а различные снимки наблюдателя не находятся в неком загадочном настоящем по очереди. Они также не становятся осознающими свое настоящее по очереди. Каждый снимок наблюдателя воспринимает свой момент как сейчас. Они все являются осознающими, и субъективно они все находятся в настоящем. Объективно же настоящего не существует. Согласно такой концепции, мы не ощущаем, что время течет или проходит. Мы, благодаря энтропии, чувствуем разницу между нашими настоящими ощущениями и нашими настоящими воспоминаниями о прошлых ощущениях. Я бы назвал это кухонно-бытовой философией, если бы не один эксперимент, который придумал Джон Уиллер. Тогда это был только мысленный эксперимент, но в 1999 году физики смогли реализовать его на практике. И вот в чем его суть. Берем стандартную установку для запуска одиночных фотонов, но за перегородкой установим кристалл бета-барата-бария, благодаря которому один фотон преобразуется в два запутанных фотона более низкой частоты. И поскольку эти фотоны запутаны, мы можем проводить измерения на одном фотоне, не взаимодействуя с другим. Чуть в стороне мы расположим линзу, таким образом, чтобы она всегда объединяла фотоны из верхней и нижней щелей в детекторе номер один. Таким образом, эта линза стирает информацию о том, через какую именно щель прошел фотон. Теперь мы проведем несколько измерений с другой парой запутанных фотонов из обеих щелей. Каждый из них будет попадать на свой светоделитель, который размещен таким образом, чтобы у фотона была 50% вероятность отразиться вниз и 50% вероятность пролететь сквозь. Те фотоны, что будут отражаться, объединяются. Так что невозможно узнать, через какую щель прошел фотон. Другими словами, если детектор номер 4 регистрирует фотон, то нам неизвестно, через какую щель он пролетел. Вообще, это называется квантовый эластик. Обратите внимание, что детектор номер 2 может обнаруживать фотоны только из верхней щели, а детектор номер 3 только фотоны из нижней. Может звучит сумбурно, но потерпите, результаты вас ошеломят, потому что вот что происходит. Когда детектор 2 регистрирует фотон, детектор 1, который регистрирует его запутанного двойника, показывает, что это частица, а не волна, потому что мы видим две полосы, а не интерференционный рисунок. То же самое происходит и с детектором 3. Ничего удивительного, потому что детекторы 2 и 3 регистрируют фотоны из конкретных щелей. Однако, когда детектор 4 обнаруживает фотон, то мы уже видим интерференционный узор, который возникает и на детекторе 4, и на детекторе 1. Всего того, что неизвестно, через какую именно щель пролетел фотон, интерференция не пропадает. Пока что ничего нового. Ведь так? Вы ничего не заметили? Есть одна деталь, от которой мороз пробегает по коже. И эта деталь заключается в том, что путь к детектору 1 намного короче, чем путь к детекторам 2, 3 и 4. Таким образом, фотон всегда обнаруживается детектором 1 задолго до того, как его запутанный двойник будет обнаружен любыми другими детекторами. Самая мякотка в том, что на детекторе 1 формируется интерференционный или двухполосный узор еще до того, как запутанные фотоны долетят до светоделителя. То есть, фотон знает заранее отразиться его запутанный двойник от светоделителя или пролетит сквозь. Я дам вам несколько секунд осознать это. Этот результат повторялся во всех последующих экспериментах. Раз за разом, снова и снова. Казалось бы, измерение фотона в будущем влияет на его состояние в прошлом, на лицо нарушения причинно-следственной связи. Вам не надоело, что, согласно имеющейся у нас физике, у нас вообще много где гипотетически нарушается причинность. Бинарные черные дыры, червоточины, первые мгновения большого взрыва и так далее. Мы говорим, о, парадокс, это плохо. Все сразу расстраиваются, пытаются как-то этот парадокс решить, придумывают всякие сложные принципы самосогласованности. Но, во-первых, кто вообще сказал, что причинно-следственные связи существуют? А, во-вторых, многомировая интерпретация непринужденно решает все эти вопросы. Поскольку в блок Вселенной ничего неизменяемо, одна часть пространства-времени может изменить другую, не больше, чем одна часть фиксированного трехмерного объекта может изменить другую его часть. Но давайте еще проще. Если мы наблюдаем, где находится один элемент полностью собранной мозаики и знаем формы всех элементов и то, что они правильно собраны, мы можем предсказать, где находятся все оставшиеся элементы. Но это не значит, что элемент, местоположение которого мы наблюдаем, является причиной того, что все остальные элементы находятся там, где они находятся. Существует ли такое причинно-следственное отношение зависит от того, как собирали всю мозаику. Если наблюдаемый нами элемент положили первым, то он действительно является одной из причин нахождения других элементов там, где они находятся. Если первым положили другой элемент, то положение наблюдаемого нами элемента было следствием этого, а не причиной. Но если бы мозаику создали одним ударом лезвия, имеющего форму этой мозаики, то ни одно из положений элементов не было бы ни причиной, ни следствием других положений. Их не собирали бы в любом порядке, а создали бы единовременно в таком положении, что правила мозаики уже были бы соблюдены, что сделало бы эти положения взаимно предсказуемыми. Тем не менее, ни одной из них не стала бы причиной других. Так вот, детерминизм физических законов о событиях в пространстве времени подобен предсказуемости правильно собранной мозаики. Но Дэвид Дойч идет еще дальше и говорит, что физическая реальность это не просто блок вселенная, состоящая из пространства времени, как записанная кинолента с одним неизменным сюжетом. Нет, это гораздо большая и более многообразная сущность Мультиверс, в котором сюжетов бесконечное множество. Они идут параллельно, накладываются друг на друга, пересекаются и ветвятся. Однако, если вы представляете себе все вселенные на единой временной шкале, то забудьте. Потому что внимание, в Мультиверсе другие времена это также лишь особые представители других вселенных. Такое понимание впервые появилось из ранних исследований квантовой гравитации в 1960-х, в частности из работы Брайса Девитта, но, насколько известно, в общем случае было сформулировано только в 1983 году Доном Пейджем и Вильямом Вутерсом. Снимки, которые мы называем другими временами в нашей вселенной отличаются от других вселенных только с нашей перспективы. И только в этом законы физики особенно тесно связывают их с нашим снимком. Традиционно мы относили другие времена и другие вселенные к абсолютно разным концептуальным категориям. Теперь же мы видим, что различие не обязательно. Понимаете, время это частные случаи других вселенных. И такое объяснение решает все парадоксы со временем. Вместо того, чтобы представлять, как мультивселенная разворачивается во времени, Дойч считает, что последовательно было бы делать все наоборот. Мы должны представлять, как время разворачивается в мультивселенной. Другое время это просто частные случаи других вселенных. Некоторые из этих других вселенных, пишет Дойч, так сильно напоминают нашу, наши сейчас, что мы интерпретируем их как части истории нашей вселенной, а не как отдельные вселенные. Для нас они находятся не где-то в пространстве, а на нашей временной линии. Однако же, на самом деле, наша временная линия, каждое мгновение времени, это другая вселенная. И с точки зрения Дэвида Дойча именно таков механизм времени. Если это так, то не мудрено, почему время столь эфемерно и неуловимо. Кто знает, сколько вселенных вы переменили с момента начала просмотра этого видео. Поэтому если мы вдруг когда-нибудь откроем путешествие в прошлое, то это не вызовет никаких противоречий. Убийство своего дедушки не создаст парадоксов, потому что путешествие в прошлое будет путешествием в другие вселенные, в совсем другие вселенные. В данном случае во вселенные, в которых человек с твоим генетическим кодом никогда не рождался. В эксперименте с отложенным выбором будущее не влияет на прошлое. Фотоны показывают интерференцию или двухполосный узор просто потому, что все варианты будущего уже есть, как и все варианты прошлого. Вся информация от начала и до конца времен просто уже существует в мультивселенной. В этом смысле многомировая интерпретация абсолютно детерминистична. От начала и до конца вселенной уже произошло все, что могло произойти. Все варианты сценариев уже написаны и существуют на разных вероятностных ветвях или, если хотите, сечениях мультиверса. Если кроме других вариантов меня в других вселенных существуют и многочисленные полностью идентичные копии меня, которая из них я. Принять, что этот вопрос имеет физический смысл, значит принять, что вне мультиверса существует некая система отчета, относительно которой можно дать ответ. Я это третий слева. Но какое может быть лево и что значит третий? Подобная терминология имеет смысл только если представить, что снимки меня выстроены в различных положениях в неком внешнем пространстве. Но вне мультиверса нет никакого внешнего пространства, как нет и никакого внешнего времени. Все существующее пространство и время существует в мультиверсе. Мультиверс же просто существует и физически он является всем, что существует. Таким образом, если вам когда-либо было интересно, что было до большого взрыва или что произойдет после большого сжатия, если таковое случится, сейчас вы можете утратить этот интерес. Мультиверс не начинает и не прекращает существовать. Эти термины предполагают поток времени, которого не существует. Только представление потока времени заставляет нас интересоваться, что было до или что будет после всей реальности. Мы существуем во множестве вариантов во вселенных называемых моментами. Каждый вариант нас не осознает другие напрямую, но обладает свидетельством их существования, потому что законы физики связывают содержимое различных вселенных. Ни одной иллюстрации и даже приблизительно я не смогу передать, как выглядит мультиверс. Любая визуальная презентация это лишь кастрированное подобие. Но иногда мне кажется, что порой на какую-то долю секунды я почти могу его себе представить. Ну а вы можете стряхнуть себя все вышесказанное и возопить. Что ты несешь? Дочь правда предлагает в каждое мгновение создавать бесконечное количество новых вселенных просто для того, чтобы объяснить долбанную картину теней в эксперименте щелями я повторюсь вселенные не появляются они уже есть и да как это не парадоксально но многомировая интерпретация не множит сущности она не требует ничего кроме мат аппарата многие считают что многомировая интерпретация это даже не интерпретация а самое прямое прочтение уравнений квантовой теории пытаясь объяснить квантовую механику как-то по-другому мы приходим к выводу что все становится только хуже и запутаннее поэтому с точки зрения Дэвида Дойча многомировая интерпретация это пока лучшее объяснение структуры реальности которая у нас есть как мы видим она отвечает на многие вопросы в том числе и философские она может растолковать нам почему возможно то что мы называем свободой воли и в то же время что свобода не имеет ничего общего со случайностью и что тут нет никаких противоречий многомировая интерпретация даже закрывает объяснительный пробел в теории эволюции Дарвина отвечая на претензию о том каким образом могло произойти развитие настолько сложных адаптаций за столь короткий промежуток времени понятно что сама постановка вопроса идиотская но только не в рамках многомировой интерпретации если вселенных бесконечное количество то в мультивселенной существуют все люди которые могли появиться выдающийся физик Брайс Дэвид в исторической переписке выдвинул целый ряд подробных технических возражений против многомировой теории Эверетта каждая из которых Эверетта проверк Дэвид завершил свое доказательство на неофициальной ноте указав что он просто не может почувствовать что расщепляется на многочисленные различные копии всякий раз когда принимает решение ответ Эверетта прозвучал как отголосок спора между Галилео и Инквизицией Субтитры Продолжение следует... Субтитры